Я думаю, мы благодарны Богу и можем сказать друг другу мир вам и пожелать этого мира, этот шалом, который наполняет нашу душу. Вы знаете, самая большая проблема у человека не в том, что у него есть трудности какие-то на этой земле. Мы проходим какие-то неустройства, лишения, и они беспокоят нас или приносят нам беспокойство, но это не самая главная проблема, потому что Библия говорит, что все это, что мы на земле имеем, оно все пройдет. Трудная жизнь или легкая, особенно со стороны, кто смотрит, то ему кажется, у другого жизнь легче, у меня труднее, но это все пройдет. Но самая большая проблема у человека, когда у него нет мира с Богом, нет согласия, нет завета. И есть опасность, что ты не услышишь этих слов, этого приглашения в Царство Господа, которое будет длиться вечно. И поэтому он сегодня дает нам это время, дает нам возможность, чтобы мы, присутствуя на служении, живя в нашей жизни, читая Священное Писание, мы могли смотреться как в зеркало. Вот, смотреться как в зеркало и оценивать свою веру и оценивать свое хождение. И если мы видим и Бог открывает нам, то сколько мы живы на этой земле, мы имеем возможность, чтобы поправить, выровнять. Вот, потому что когда приходит враг душ человеческих и он указывает человеку на грех, то он пытается его загнать в то состояние безвыходности. Вот ты сделал так, смотри, люди пострадали там, или ты пострадал, и все. Нет выхода. Ты пришел в тупик, но когда приходит Дух Святой, то он указывает, обличает человека во грехе. Он говорит, я прощаю тебя, и показывает выход. Вот, он встретил человека и говорит, иди и не греши больше. Человек пришел в такое состояние беспомощности, никто не мог ему помочь, и он не мог получить исцеление. Но пришел Христос и принес ему исцеление, а потом встретил его и говорит, иди не греши больше, и с тобой не случится, чтобы с тобой не случилось что-то хуже. И поэтому сегодня хочется говорить на такую тему в книге Откровения во второй и третьей главе написаны послания семи церквям Малой Асии. И семь раз там написаны одинаковые слова, одна и та же самая строчка. «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям». Мы с вами имеем не одно ухо. Мы имеем два уха. И если бы это имелось в виду то ухо, которым мы слышим, которым вы меня сейчас слышите, то, наверное, было бы написано «Имеющий уши дослышит, что Дух говорит церквям». Но здесь написано в единственном числе. «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям». И вот давайте обратим внимание на то, что здесь стоит в единственном числе ухо. И когда мы вдумаемся в это слово, то мы увидим, что те слова, которые говорит Христос и говорит вот этим ангелам семи церквей, он говорит им о Духе. В первую очередь о духовном значении этого слова. Потому что даже когда мы приходим к Господу с каким-то вопросом и нашей обыкновенной физической жизни задаем Ему вопросы, то мы ожидаем, что Бог нам так и ответит. Вот, ну, я, к примеру, говорю, у меня нет работы. И я прихожу, и Господь, я ожидаю, что Бог мне покажет, где мне на работу пойти. Вот, или Он мне предоставит сам, или Он меня направит, или человека пошлет. Но Господь начинает говорить что-то совсем другое, не то, о чем я его спрашиваю. И один из проповедников или даже служителей, он говорил, если бы я вам начал так отвечать на вопросы, там было такое служение, ответы на вопросы, он говорит, если бы я вам начал отвечать, вам бы не очень понравилось. Как иногда отвечал Иисус Христос. Его хотели спросить об одном, а он отвечал совсем о другом. Потому что пришел Никодим когда-то ночью, и его интересовал вопрос, как войти в Царство Божье. Но он не ожидал того ответа, он не задавал себе вопрос, рожден ли он свыше, живой ли его дух, может ли он слышать. А Христос ему говорит, что нужно тебе родиться свыше. И Христос говорит о Духе. Тебе нужно родиться от Духа Святого. А Никодим задает ему в другой плоскости вопрос, что мне обратно нужно вернуться в утробу матери и опять родиться. И Христос ему говорит, что ты родился уже, и рожденный от плоти есть плоти, ты родился, тебе не надо по второму разу. Но чтобы попасть в Царство Божье, мы должны понимать, что вот это тело, в котором мы ходим, мы много заботы о нем полагаем. Но Писание нам говорит, что оно Царство Божье не наследует. Кровь и плоть, о которой мы много сегодня заботимся и полагаем этой заботы, иногда мы сегодня слышали утром, и излишне полагаем заботы, оно не наследует Царство Божье. А вот то, что в Него помещено, оно будет жить вечно. И об этом мы иногда очень мало заботимся. То Бог, когда Он говорит нам Свое Слово, то Он в первую очередь говорит в наш дух. Потому что из сердца, из этого духа все источники жизни. И если там в духе есть порядок, есть мир, есть спокойствие, то будет так и в жизни. Будет в поступках, будет в словах. Но если нету там, если нету там, то не будет и во внешней нашей физической жизни. Вы знаете, мы проводим иногда, не иногда, а летом проводим такие летние школы библейские, детские. И вот одна из школ была такая, вы знаете, не знаю, Господь дал нам такое устройство, и просто все делалось вовремя. И все делали свою работу. Каждый где стоял, на каком месте, он просто делал свою работу. Вы знаете, прошло два дня, и там сестра, которая уже не первый день, она на кухне там служит, она готовит всегда еду. И она, знаете, она уже в возрасте такая, она села как-то, я помню, после обеда, и говорит, знаете, как-то удивительно, вот уже второй день, я совсем не устала. Нет усталости. Вы знаете, когда все происходит вовремя, когда нету нервотрепки никакой, когда все делают свое дело, все, что нужно, то оказывается, что на это не тратятся силы лишние. Много остается. Я помню, что еще в конце обычно едем мы после нескольких дней, и уже такие усталые, думаем, наконец-то домой, слава Богу. Вот, а здесь еще подошли дети и говорят, можно, еще время осталось, говорит, можно мы пару часов еще в хоккей поиграем. Там такой мокрый хоккей. Знаете, чтобы в него поиграть, это надо расстелить брезента там, очень много, большую площадь, размешать воду с мылом, налить, и потом только поиграть. А потом это еще все надо убрать. Вот представьте, в самом конце у них осталось еще столько сил. И никто не устал. Просто потому, что не тратились эти силы туда, куда не нужно. И когда здесь Господь говорит, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Если мы имеем это ухо, которое говорит в наш дух, которое слышит Слова Божие, мы понимаем, о чем. И мы имеем мир. Потому что Господь, когда говорит, вот смотрите, мы слышим иногда пророчества, которые говорят нам о тяжелом времени. И мы читаем в Писании, вот эта книга Откровения, ее называют еще Апокалипсис. Это вообще для нас какое-то страшное. Это крушение чего-то. Это, ну, конец просто всего. И когда читают люди, они ужасаются. О чем, когда говорится об этих садниках, когда говорится о чашах гнева, которые будут выливаться. И на земле что-то будет происходить очень страшное. И нам кажется, что эта книга запугивает нас. Она приносит в нашу жизнь страх. Но Христос открывает, и Он говорил не один раз Своим ученикам, и Он повторял, что придет время, когда я буду отдан в руки грешников и буду убит. Но в третий день я воскресну. И Он говорил, что вы восплачете, мир возрадуется, когда избавится от моего обличения, от моей праведности, когда Он избавится от того, кто их беспокоил и призывал их от грешной жизни, а вы опечалитесь. Такая разная реакция. Потому что уйдет учитель. Помните, два ученика, которые шли, и которых Христос после своего воскресения встретил, то они говорили, мы думали было. Мы думали, что это тот Спаситель, которого мы ожидаем. А вот уже третий день Его нету с нами, мы Его похоронили. И мы не знаем, что делать дальше. И они не слышали. Им Христос не один раз говорил, не один раз понимал. Но пока не было у них уха там внутри, они не слышали. Они все понимали по-своему. Но вот пришел такой момент, когда Христос уходил с этой земли. Написано, Он дунул на учеников и сказал, примите Духа Святого. И в другом месте написано, что открылся ум, их ум открылся к уразумению Писаний. И Он говорит, что то, что Я предупреждаю вас о том, что произойдет, когда оно произойдет, это утвердит веру вашу. Потому что Христос это знал наперед. Христос шел на это добровольно. Он говорит, Я имею власть, чтобы принять, отдать жизнь и принять жизнь. Это не просто со мной люди делают, помимо моей воли. Я имею власть, я разрешаю им это делать. Это есть цена за то, чтобы потом сказать любому грешнику, какой бы он ни был, тому разбойнику, который был у него распят, рядом, он сказал, отныне со мной будешь в раю. Иметь власть такую, прощать людям грехи и не просто говорить слова, как иногда люди говорят друг другу, желая что-то хорошее, но он имел власть сказать те слова, которые потом сбывались в жизни этого человека. Я верю, что этот разбойник действительно, он после своей смерти, после того, как он ушел в вечность, он оказался с Христом в раю. Это не были просто слова. Он сказал, отныне же будешь со мной в раю, хотя тот разбойник и слов немного сказал. Он просто попросил, вспомни обо мне, когда ты придешь в царство свое. Он не смел сказать, он не произносил там красивых слов покаяния, у него не было надежды, что есть какая-то возможность у него, но, как говорят, надежда умирает последняя. И он говорит, что он видел этого праведника, он видел его глаза, он видел, что в глазах Господа есть милость, есть надежда. И он просто сказал, вспомни. Он не просил его ни о чем, он не надеялся на что-то большое, но он услышал такие слова, что ты отныне со мной будешь в раю. И вот почему мы говорим сегодня об этом, потому что, хотя мы держим книгу, это физическая книга. Она состоит из бумаги, она написана черными буквами по белым листам. И вы знаете, что люди, иногда читая эту книгу, они просто перестают друг друга понимать. Они иногда ввязываются в споры, потому что эта книга совсем другая. Я замечаю, что даже то, что говорит человек, даже то, что ты проповедуешь, ты имеешь в виду одно, а люди слышат совсем другое. Я недавно проповедовал и рассказывал такое свидетельство, что когда я был неверующим, я очень любил читать, и иногда читал очень много, и были такие моменты, когда интересную или редкую книгу ее нужно было прочитать очень быстро. Потому что быстро ее надо отдать. Я вспомнил, что есть такая книга «Граф Монте-Кристо», вот если кто-то читал, Александра Дюма, она такая из двух томов состоит, и каждый том около 600 страниц. И мне хватило времени, что я начал ее читать вечером, причем читал я, родители не разрешали, но я читал под одеялом с фонариком. Я прочитал до утра ее. Вечером я начал, до утра прочитал, потому что мне надо было первый том отдать и второй взять. Но, знаете, когда я уверовал, я начал читать Библию, я помню, на эту вот последнюю книгу Библии, «Откровения», я думал, вот оставить целый день. Целый день. И у меня ушел, здесь всего лишь в моей Библии девять страниц. Всего лишь девять страниц. И у меня ушел день, чтобы прочитать этих девять страниц. Потому что, когда ты читаешь один стих, второй, то невозможно прочитать и дальше. Ты останавливаешься, ты начинаешь листать и со Старого Завета, и с Нового Завета. И ушел целый день, чтобы прочитать всего лишь этих девять страниц. И ты понимаешь, что ты еще только поверхностно понял, что в ней сокрыто. В ней сокрыто еще намного больше. И, наверное, жизни твоей не хватит, чтобы постичь всю глубину мудрости, которая заложена. Но один из братьев, который слышал, он так понял, что когда я был мирской человек и читал мирскую литературу, мне было легко. А когда вот я начал читать Библию, то мне так тяжело было читать книгу «Откровения», что я целый день ее читал. Поэтому мы можем читать Библию, мы можем слушать проповеди, но не то понимать, что имеется в виду. И поэтому сегодня хочется говорить на эту тему, что есть ухо, которое слышит, и это ухо дает понимать человеку, о чем Дух хочет тебе сегодня сказать. Что Божий Дух имеет в виду, когда говорится какое-то слово. Потому что если нету этого уха, тебе будет говорить пророк, ты не будешь понимать, что имеется в виду. Ты будешь читать Библию, ты не будешь понимать, что она говорит тебе. Ты будешь слышать проповеди, и будешь совсем другое слышать, что проповедник имеет в виду. Потому что нужно вот это ухо. Почему? Второе послание Петра, давайте откроем первую главу, девятнадцатый стих. Там написано так. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Иногда люди, останавливаясь на этом, они говорят, мы сегодня имеем священное писание, законченную книгу, старый и новый завет. И это есть вернейшее пророческое слово. И достаточно его читать, вникать, размышлять, чтобы иметь вот это откровение Божье. Но если мы прочитаем дальше, двадцать первый стих говорит так. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Часто так размышляешь и думаешь, если бы Исайю, которого сегодня мы называем ветхозаветным евангелистом, если бы его расспросили, как выглядел Христос, что он будет проповедовать, какое будет учение, я очень сомневаюсь, что Исайя смог бы описать. Но будучи движимым Духом Святым, этот человек изрекал святые слова и с тем смыслом, который Бог вкладывал в них. И записывались эти слова, записывались в книгу, и они дошли до сегодняшних дней. И дальше двадцатый стих говорит так. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Если произносил Дух Божий, двигая человеками, но закладывая туда мудрость Божью, то и понять это, уразуметь, вместить можно только, имея Дух Святой. И так, как когда был Старый Завет, люди нуждались в этом двигателе, в этом вдохновителе, в этой третьей ипостаси Господа, в Духе Святом, чтобы понимать, чтобы жить так, как Богу угодно. Было время, когда не было закона, не было ясно сформулировано, но в это время написано, «Енох ходил пред Богом, и он настолько ходил угодно Богу, что Бог показал ему, что он угодил ему». Написано, «Благодать обрел Ной у Бога, и Господь живым забрал его с земли. Ему не нужно было проходить через смерть. Не было ничего записанного, не было того, что мы, того богатства, которые мы сегодня имеем. Но он настолько понял Бога, он настолько открыто ходил перед Ним, что Господь решил показать ему, что он угодил ему. Он живым забрал его в свое царство. Ему не нужно было проходить через смерть. И Слово Божье, оно, когда пришел Новый Завет, вы знаете, насколько нужно было еврею поменять свою природу. когда его с детства, можно сказать, когда его с детства, можно сказать, с молоком матери, каждую неделю, каждую субботу, каждый праздник, формировали его мышление. Формировали его мышление, его понимание. Ему говорили, что чисто, что не чисто, что еврею присуще, что не присуще. И он рос в этом. Это была атмосфера всего. И вдруг мы читаем про Петра, который в молитве поднялся на эту крышу, начал молиться, ощутил голод, пришел выступление, и ему спускается сосуд с разными нечистыми животными. Ну, мы можем немножко представить себе, что мы не любим в своей жизни кушать. Оно съедобное, но мы не любим это. И тебе говорят, вот надо это съесть. А так не хочется. То там было еще страшнее. Это было нечистое. Это ни в коем случае еврей не прикоснулся бы даже к этому. Потому что я думаю, что даже в ужасе Петр говорил, я никогда ничего нечистое не входило. Наверное, он подумал, что Бог искушает его, испытывает его. Как он устоит в этом? И написано, что трижды. Ему понадобилось, чтобы Господь трижды показал ему это откровение. И потом сказал, то, что я очистил, ты не должен почитать нечистым. И когда пришли вот эти язычники и пригласили его в свой дом, он пришел, увидел, какую работу Господь сказал, те слова, которые нужно ему было сказать. Он увидел работу, которую Бог произвел. И он говорит, теперь я вижу, что Бог нелицеприятен. Оказывается, не одни евреи только угодны Богу. Оказывается, всякий человек, который искренне приходит к Богу, поклоняется Ему, служит, ищет лица Его, он угоден Господу. Ни паспорт, ни национальность, ни принадлежность к кому-то или к чему-то, а твое сердце открытое, искренне пред Богом, оно угодно Ему. И Господь ищет и обращает внимание на таких людей. И тот человек был язычником, но Ему был послан ангел, и ангел этот сказал, что милостыни Твои и молитвы Твои пришли на память пред Богом. И чтобы Ему разуметь это видение, чтобы Ему понять, что открывается, Ему нужно было рождение свыше. Ему нужно было рождение свыше, чтобы понять смысл того, что с Ним происходит. И Он исполнился Духом Святым. Они начали говорить на иных языках. И Петр увидел, что тот дар, который излился на них, излился и на этих язычников. И они, когда ходили те, которые служили язычникам, и те, которые служили евреям, и они собрались вместе и начали свидетельствовать, что Бог делает среди одних и других, то они сказали, Бог везде один и тот же. Бог для евреев такой же, как Бог для язычников. И заповеди Господа для евреев и для язычников одинаковые. И Бог относится и любит так же евреев, как Он любит язычников. И говорит, мы познаем, что Бог нелицеприятен. И поэтому сегодня, даже когда мы имеем собрание, когда мы имеем проповедников, служителей, когда мы имеем Библию, и не одну Библию, одна у нас там может лежать, другая там лежать, одна в молитвенном доме, в маленьких домах молитвы так делают, кто-то оставляет, и есть у него своя Библия там, в молитвенном доме, куда он приходит на служение. Несколько. Но мы не можем двигаться, мы не можем понимать, мы не можем служить Богу, если мы не исполнены Духа Святого. Если в нас это ухо и послание церквям, это не говорится неверующим людям, это не говорится людям, не знающим Бога. Это говорится, Он говорит, я знаю дела твои, я знаю усердие твое, я знаю подвиги твои. Но Он говорит, имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. И там в конце одно предложение, но я немного имею против тебя, потому что ты оставил первую любовь свою. И ты вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И вот если ты услышишь, что Дух говорит сегодня церкви, что Дух говорит твое сердце, то ты исполнишь Его волю и войдешь в Его царство, потому что цель наша не на этой земле жить, не только успешную, хорошую жизнь благословенную иметь. Мы от этого не отказываемся, никто не отказывается. Но наша цель – войти в небо, услышать приглашение, когда царь царей, Господь господствующий, Он скажет, войди в покой Господина твоего. Но там есть условия, там есть условия. На этой земле, на этой земле ты должен находиться там, где ты нужен своему Господину. И когда ты будешь находиться там, где ты нужен своему Господину, ты будешь наполнен маслом, и светильник твой будет гореть. И Слово Божье предупреждает, что приходит такое время, когда там десять дев, они сидели, из них пять было мудрых и пять не мудрых, и они все уснули. Все уснули. Мы можем рассуждать и предполагать все, что угодно, но они все уснули, и пробуждение их было разное. Одни проснулись, и вторые светильники не горят. Но у одних было масло, они поправили светильник, зажгли, и он горит. А у вторых, зажигая, не зажигая, масла нет. И вы знаете, там не было, наверное, суть в том, что они опоздали, в том, что они пока ходили там и покупали это масло, дверь закрылась. Наверное, суть не в этом. Суть, наверное, в том, что они услышали из-за закрытых дверей, помните? Им оттуда сказали, я никогда не знал вас. И мне удивительно было, что эти десять, они, можно сказать, на одной скамейке сидели. Они друг друга знали. Но одни вошли, а вторым было сказано, я никогда не знал вас. Эти люди никогда не были там, где Богу нужны были. Они жили просто своей жизнью. Они выполняли просто свои желания, хотя находились среди верующих, может быть, находились в собрании, но жили по-своему, так, как им хочется. И они услышали этот приговор. Я думаю, этот приговор очень страшный. Я никогда не знал вас. Где бы вы ни находились, вы никогда не делали то, что мне было нужно. И вот сегодня нам очень важно, и нам нужно вот иметь это ухо, которое слышит, что Дух Святой говорит в мой Дух. Потому что один из проповедников, он говорил, даже если все спасутся весь мир, а я нет, то что мне от этого, что вот спасется весь мир, а я нет. Нам Господь всем дал драгоценность такую, что если всю землю продать, ту драгоценность, которую у каждого из нас есть, купить нельзя. Эта драгоценность называется душа. И вот за эту душу сегодня идет такая война между Богом и дьяволом. И один, и второй. И Бог поставил нас управляющими этой душой, распорядителями этой душой. Если мы будем бодрствовать, если мы будем находиться на том месте, если мы будем искать лица Господня, чтобы Он знал нас, чтобы мы видели, Бог делает работу какую-то через нас, то мы услышим это приглашение. Добрый и верный раб, войди в покой Господина своего. Если нет, то нет. И это правда. Хотя это нас и пугает, и огорчает, но когда мы слышим, то сегодня вот мы находясь, и мы живые, мы в этом теле, то Господь, говоря, и может быть кто-то слышит и видит свое состояние души, оно, это слово говорится не для того, чтобы вы пришли в уныние, в разочарование такое, что вот, ну, мы часто так слышим, Господь говорит Духом Святым, и говорит, вы не такие, вам то-то надо поправить, это надо поправить. Он говорит для того, чтобы мы это сделали. Еще есть время, еще есть шанс у нас, чтобы мы это сделали. Давайте мы встанем на наши ноги и просто в этой молитве откроем свое сердце пред Господом. Мы, я верю так, каждый из нас нуждается, чтобы Бог, Он знает, какую работу произвести в каждого в нас душе. То он нуждается в утешении, то он нуждается в поддержке, кто-то нуждается в обличении, в том, чтобы получить ясность и понимание своей жизни. Бог это знает, Господь. Мы благодарны Тебе и славим Тебя, Боже. Мы верим.